Здравствуйте! Меня зовут Валерия Берест. Я искусствовед и куратор художественных и выставочных проектов. И мы начинаем с вами цикл программ «История одной картины». Герой нашего сегодняшнего разговора – Фома Гаврилович Торопов и его работа «Натюрморт». Фома Гаврилович родился в семье крепостного крестьянина. Но уже в 10 лет хозяин имения, в котором жила его семья, обнаружил талант мальчика к рисованию и дал ему вольную. Это позволило молодому художнику поступить в Академию художеств, успешно ее закончить и через много лет стать академиком. Фома Гаврилович хорошо известен своими портретами, благодаря которым он получил звание академика. И натюрмортами. Натюрморты в академической живописи всегда считались малым или низким жанром. Но именно у Торопова он раскрывается совершенно с другой стороны. Интерес к натюрморту в русской живописи проявляется уже во второй половине 18 века. Здесь мы видим, как художники вдохновляются голландскими натюрмортами. Ведь именно в Голландии в 16 и 17 веке натюрморт получает наибольшее распространение. Именно в Голландии появились новые виды натюрморта. Натюрморт «обманка», натюрморт «завтрак» или «ванитас» — пожалуй, самый известный вид натюрморта. Для такого натюрморта обычно свойственны изображения черепа, мыльных пузырей, песочных часов. Это своего рода аллегория краткости нашего существования, скоротечности жизни. Но в России такой вид натюрморта не прижился. Во второй половине 18 и начале 19 века художники предпочитали изображение плодов и цветов. В какой-то степени, следуя традиции голландской живописи, они изображали на этих натюрмортах цветы и плоды, которые созревают или цветут в совершенно разные времена года. Именно такой подход мы видим на картине Торопова. Здесь есть и маки, и цинии, и целлозия. А соседствуют с ними персики, ананасы, яблоки, виноград. Следуя традиции голландского натюрморта, мы могли бы попробовать расшифровать значение изображения. Уже в 19 веке в России был известен язык цветов. Символический язык, который позволял передавать послания. Послания о любви, об интересе, о дружбе. Если следовать этому языку цветов, который иногда был весьма противоречив, можно сказать, что все полотно рассказывает нам интересную историю. Полевые цветы, которые стоят в вазе, символизируют кротость, смирение, воспоминания об ушедшем. С другой стороны, мы видим с вами целлозию, которая находится в горшке. Это цветок, который выращен искусственно, и олицетворяет он, прежде всего, чванливого, горделивого человека. А фрукты, которые находятся между этими цветовыми группами, символизируют обращение к Богу. Смирение, кротость, прощение. Как будто бы именно через этот мотив, человек может перестать быть чванливым. На первом плане мы видим лилии и вьюнок в опрокинутом стакане. И сразу на ум приходит цитата из Нагорной проповеди Иисуса Христа. «Посмотрите на эти полевые лилии. Они не сеют, не придут, но как прекрасен их наряд. И даже Соломон во всей власти своей не одевался так». Возможно, этот назидательный мотив мы и прочитываем в картине Торопова. Сказать точно, что именно эти значения закладывает молодой художник, мы не можем. Нет документальных источников и подтверждений. Но предположить значение возможно. Еще один интересный мотив, который скрывается в этой работе, это мотив «Достатка». Как вы видите, среди фруктов, плодов, которые представлены на этой работе, есть и ананас, и персик, и виноград, и даже яблоки. Но откуда в России в начале 19 века ананас? На самом деле уже во второй половине 18 века в России в разных оранжереях известных богатых семей уже выращивали редкие сорта ананасов. В Санкт-Петербурге даже был создан специальный холодоустойчивый ананас. И художник, который изображает такие дорогие растения и плоды, на самом деле, конечно, следует идее заказчика. Он подчеркивает его достаток таким образом. Как видите, множество деталей может подсказать нам идею трактовки и интерпретации художественного полотна. Искусство таит в себе много смыслов и подтекстов, и каждый сможет разгадать их. А поможет вам в этом наша программа «История одной картины». До новых встреч!